Идти вперед и не сдаваться, несмотря на поражения и победы. Под таким девизом многие спортсмены выходят на ковер, татами, даяны, ринги. Этому предстоят многочисленные часы тренировок в залах с опытными наставниками. А для качественного тренировочного процесса в регионе создают все условия. Пример тому – открытие филиала школы по тяжелой атлетике в гимназии села Кирсова. Сейчас у ребят есть возможность полноценно заниматься спортом в родном селе. Поступило предложение от Сергея Дмитриевича Сапунжи. Есть ли возможность в гимназии, есть ли помещение, есть ли возможность поработать над тем, чтобы дальше развивать этот спорт. Конечно же, мы тут же поддержали эту идею. Не прошло и полугода, как мы смогли из складских помещений сделать, как мы смогли, как позволяли наши финансы, какая была оказана помощь. Своими силами сотрудники гимназии сделали очень многое. И вот сегодня в двух залах мы, конечно же, открываем филиал спортивной школы. Поддержку в открытии зала оказали Управление молодежи и спорта, Федерация тяжелой атлетики. В здании провели капитальный ремонт, сделали раздевалки, оснастили необходимым инвентарем. Как отметили гости, только сообщам можно делать такие большие проекты. И надеемся, что спортсмены, которые будут заниматься в данном филиале, будут представлять тяжелые атлетики не только Гагаузии, но и нашей Молдовы. Открыв этот замечательный спортивный центр, мы имеем возможность здесь воспитывать наших детей, наших юношей и девушек, наших жителей прекрасному виду спорта. И мы надеемся, что отбоя желающих заниматься не будет. Уже около 30 ребят посещают занятия для того, чтобы достичь высоких результатов в спорте. Очень хороший спортзал. Получается комплекс. Будут здесь дети на втором этаже жить, питаться и тренироваться в нашем спортзале. Очень важно, прежде всего, для здоровья, для мыслей людей, чтобы не было дурных мыслей. Потому что спорт облагораживает и учит стараться и добиваться. Спортсмены, которые тренируются в региональной школе, отмечают, что открытие зала даст возможность тем, кто хотел заниматься, но не мог ездить в город в родном селе, оттачивать мастерство. Для местных ребят это важное событие спортивной жизни села. Маша молодежь, она деградирует, так как она не занимается им чем, кроме сидеть в телефонах и так далее. А спорт, он призывает тебя, чтобы твоя жизнь была более энергичной. Ну, то есть, ты приходишь на тренировку, ты как-то развлекаешься еще более-менее, ты чувствуешь себя человеком нормальным. Спорт вообще, он меняет жизнь. Спорт – это жизнь. И я пока не начал заниматься спортом, я не почувствовал себя человеком. Я выбрала, потому что я хочу тоже что-то в своем здоровье изменить, узнать больше об этом спорте. Мне нравится. Директор региональной школы тяжелой атлетики Виктор Мавради отметил, что это первый филиал в селе. И через определенное время мы сможем гордиться воспитанниками, которые представят регион на различных соревнованиях. Кроме нашего зала, еще как можно больше открыть филиалов по Гагаузии. Чтобы наша молодежь была здоровая и готова была к дальнейшей своей жизни. На данном этапе на первом этаже здания расположился зал для тренировок, раздевалки. А на втором этаже планируют разместить жилые помещения, где не только спортсмены села, но и Гагаузии смогут жить и готовиться к международным первенствам. Зинаида Канцер, Влад Табачук, ГРТ Новости. Продолжение следует...